Следующее письмо. Будем разбираться для этого наши вебинары. Мы разговариваем так, как никто никогда ни с кем не говорит. Больше такого не дождетесь. Тем более на лекциях у кандидатов, что равно вы, я вам гарантирую. Почему? Потом про это тоже поговорим. Как это человеку не хватило шесть этих самых уроков, чтобы студентам объяснить, что такое прививка. Тем не менее, это факт. Представляете, сколько воды в этих шести уроках. Валерий Константинович, по земле так. Решили много расшириться и перебраться в Тульскую область, в Заловский район, места тут есть, где развернуться в дальнейшем. Есть немного плюсов, в том числе и САД-300. А я говорю, мы же сейчас глубже копаем. Сейчас будем разбирать, что такое САД-300. Немного более. Есть тенденция на повышение. Да, заметили. Идет потепление глобальное. А земле больше сельхозугодия. В основном сели пшеницу. Это многие касаются. Вы только начали, ребята. Хватайте землю, пока она дешевая. Сейчас пару лет отдыхает. По срезу дренажной канавы. И то, что копнул, умелось в виду, копнул, примерно 60 сантиметров полунородного слоя. Далее коричневая глина. Глина везде однородная. А, не везде однородная. Где-то смешанная с землей. Где-то с песком. В общем, я положительно оценил данный расклад. Не знаю только, имеет ли смысл в данном случае досыпать сантиметров 20. Или так приемлемо. Расположение верхней точки поля. Практически ровный, без склонов. Как в общем-то, на первый взгляд. И да, и нет. И по всякому сейчас будет. Потому что, все я знать не могу. Вот так абсолютно ровное поле. Видим канаву. Так. Видим. Срез канавы. Еще не все. Вот. Теперь надо бы докопаться до воды. Как? А, бог раздает. Рамками вы не владеете. Везде и всюду. Вот смотрите, друзья. Вот здесь вот. Здесь. Ну, то, что вы видите. Доступности вот этого человека. Несколько гитар. Вот, допустим, вот по этой белой линии. Вот. И здесь я вам скажу. Тем более, 60 сантиметров. Дальше глина. Так вот, благодаря этой глине. Вот. Об этом знают не все. Вот. Да почти никто, кроме нас белокатов. Там есть так называемые глиняные линзы. Где-то глины. Пожиже, как он, помните, выше писал. Где-то с землей. Где-то еще с чем-то. Вот. Где-то земля. Где-то с песком. Ага. Вот здесь земля, здесь песком. Там все нормально. Вот он копал, копал. И всего лишь вот до сюда. То есть сухо. Сухо. Но. Там, где глина поплотнее. Там, возможно, есть. Типа подземные озера. Они не настоящие озера. Не настоящие. То есть там просто повышенная влажность. Как губка. Которая очень много в себя впитала влаги. Если вы докопаетесь до нее. Найти ее легко. Рамки при этом вращаются. Вот. Не каждому дано. Ну, кто-то, может, все-таки после моих слов возьмет. Да и сожмет. Я все забываю. Я когда ждал телеканал. Одна из тем была. Геопатогенные зоны. Быстрая. Это самое. За несколько. За пару минут изготовления биологических рамок. Тут же показать, как геопатогенные зоны заранее известно. Как они в работе геопатогенных зонах. Если бы они приехали на пару дней. А, кстати, они отказались от этой темы. Сказали, начальство не пропустит. То есть биолокацию никто не увидит. А, ну, я еще как-то покажу. Это очень быстро, легко. Я сниму еще одно кино. Фильмы есть. Они есть на моем сайте. Ну, кто-то знал. Кто-то видел. А большинство и не слышали. Что такое ГПЗ. И вот получается, что с помощью этих рамок можно было бы находить эти озерца. То есть где-то, допустим, здесь 20 метров до воды. А где-то лиза 3 метра. Вот вам колодец готовый. Ну, что 3 метра выкатываю? Тьфу. Правильно? И можно не ошибаться. В геопатогенных зонах все плохо растет. Теперь в целом, смотрите, про линзы сказал. Но это я вам схемы показывал, разрезы показывал, как почва в разрезе выглядит. Там, где колодцы, где артезианская вода, где эти линзы, где подпочвенная вода и так далее. Все проходили. И вот получается, что будем сейчас смотреть вот так. Смотрите, как пограничник на дозоре. Что мы видим? Рассивенности почти не видим, кроме вон далекого-далекого горизонта. Согласны? Что же из этого исходит? Мы не знаем, что это было. Нам остается догадываться, что ваши места заселены людьми. И здесь уже сельское хозяйство уже хотя бы тысячу лет существует. А вот эти две. За это время, скорее всего, лес тут был. Скорее всего, он полностью изведен был хлебопастцами, которые выжигали лес и остатки корсевали. А теперь обширное поле. Если здесь когда-то был лес, вы можете смело садить все, что вам сбредет в голову. Все будет расти. Другое дело, я вам показывал другие фотографии. Я их брал из интернета. Все совсем хороший интернет. Любой из вас может набрать любые слова, допустим, поляны. И увидеть тысячу. А там будет написано 4 миллиона полян. И глядя на это все, можно определиться уже где-то с ручьем. Вы уже можете буквально за 10 минут стать открывателем нового закона. Увидеть то, что не видит никто и никогда. Понимаете, почему? Сейчас гигантская, очень интересная существует, огромная, гигантская информация в виде миллионов фотографий на любые темы. И вот теперь, когда можешь уже разрезать почвы, сразу закон открывать. То, что люди интуитивно подходили сотни лет, да. Вы сейчас, может быть, круче Докучаева, круче кого угодно. У вас информации ровно в миллион раз больше. Повторить их или сказать, ребята, вы тут не совсем правы. Вот. Кто-то говорит, нарастает голос за, допустим, миллион лет. Нет, не так. За тысячу лет 11 лет. А вы скажете, тогда что получается? 10 тысяч лет назад вообще? Жизнь зародилась. Что, правда, по Библии, что ли? Понимаете, какие мысли лезут, когда видишь всё, что ни в ходе не вписывается, ни в какие ворота. Ну, на прошлом... А, я фильм отдельно создавал. Кто-то видел мои окаянные мысли. И вот получается, вот на голом поле, и гадай теперь, он говорит, подскажите, можно ли тут выросться? Я говорю, если здесь был лес, то можно. Если эта поляна, последняя десятки, сотни, тысяч лет назад была такая же голая, и через неё ничего не проросло, тогда здесь садить не то, что бесполезно, но там, где угнетались деревья и не могли вырасти, там и вашим придётся несладко. Вот. А как рисковать? Ну, посмотрели вокруг, может, кто-то уже выросил что-то. Ну, там дали какое-то строение. Вот. Надо смотреть направо-налево. Местность открытая, ветра. Вот. Зато, про минусы сказал, видите, как я умею говорить, и ничего конкретно не сказал. Смотрите. У вас вот этот самый, цифра, цифра. Если бы эта цифра, я бы, может быть, вам это всё сказал бы по телефону и забыли бы. Так. Сейчас. Перескочил. Вот. Сад 3000. Давайте теперь разбираться. Мы с вами будущие авторитеты. Нам с вами теперь команда читать лекции в университетах я не привлечил. Особенно те, кто ещё помоложе нас. Вот. Уладенков уже нет. Уладенков уже нет. Железа на границе. Вот. А на границе тучи ходят хмуро. Знаете такое? Вот. Смотрите. Я взял Краснодарский край. Я сравниваю. Вы же знаете, Краснодарский край один из лидеров. Вот эта Минусинская котловина, правда, юг края, да? Но, тем не менее, много лет и до сих пор мы являемся лидерами дачи в садоводстве. Ну, да и научился садоводство тоже где-то там, за нами. Самое обидное не то, что они отстали. Они не пытаются догнать. И вот получается Краснодарский край. Что такое сумма температур? Больше 10 градусов Цельсия. Вот только если больше 10 градусов Цельсия, она учитывается. Так. Пределы края варьируются в широких пределах. Итого 1400 до 2000. А там было 3000. Видели? Ладно. Но Краснодарский край большой тут, правильно? В широких пределах. Берем Кружинский район. Там, где у меня сад. Читаем, 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 читаем. Но это все интересно. Изморозный период. Вегетационный период. 150 дней. Черт, а можно вырастить. Вот. Пять месяцев. Поделим на 30, 150. Да? Пять месяцев можно растить. Теперь. Уже больше. Уже 1800-2000. Так. По некоторым данным у меня до двух, до 2500. В любом случае, коллега, я уже вас коллега называю, раз вы так смело взяли землю. В любом случае, у вас значительно теплее. У вас значительно теплее. Вот она. Вот она. Видите, у вас 3000. И немного более. И так, температура позволяет. Про землю мы поговорили. Правда, у птикаема позже. Был там лес. Лес извели. Значит, у вас все будет расти. Но не забывайте. Есть такое понятие. Ветрозащитное. Надо будет выращивать сразу. Смотреть, что вокруг растет. Солстые. Солстые пойдут. Тополя. Тополя. Березы. Знаете, березы вырастают какие гигантские. Боже мой. Вокруг посмотрели. Отъехали. Увидели, что растет. Солстые березы. Тополя. Это самое рослое. И садите. Раньше их называли ветрозащитой. Сейчас почему-то называют ветроломные. Ну, пусть будет и то, и то название. И вы садите густое. Начинаете с западной стороны и с северной. Это две самые опасные стороны. И так далее. В общем, вроде бы все сказал. Желаю вам успеха. Вот я сказал. Поподробнее скажу на вебинаре. Так. Докопайтесь до воды. Это очень важно знать. Где она. Потому что. Если. А вдруг она уже в трех метрах. Да нет, не должно быть. Не похоже. У вас самая вышеточка, вы сказали. Так, по прикидкам, это не чернозерные. Явно. По прикидкам, где-то. Меня смущает глина. Так, где глина, там бывают просторы. Большие просторные. Псевдо озера. С высокой влажностью. Она будет близко. Посадили груши. Посадили абрикосы. А потом, ой, на пятый год дохнуть начали. Вы поняли. Следующий этап колодец. Так, идем дальше. Вот здесь у вас дорога, да? Я смотрю, с этой стороны уже лезь поближе. Ну вот, все, что мы видели, то видели. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok